В эфире программа Актуальное интервью. С вами Лена Евдокимова. Здравствуйте. На Ставрополе проходит крыльевой этап конкурса «Учитель года России 2024». А это значит, что смелые и креативные педагоги решили провести свое мастерство и бороться за звание лучшего. Как проходят дни испытаний, как наш регион подошел к организации конкурса и многое другое, узнаем вместе с начальником отдела кадрового обеспечения Государственной гражданской службы Министерства образования Ставропольского края Евгением Живолуповым. Евгений Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Радует вас сегодня в студии. Прежде чем перейдем к краевому этапу, давайте все-таки расскажем историю самого конкурса. С чего же все началось? Какие предпосылки были? История конкурса уходит в 1990 год. То есть это вот последние годы существования Советского Союза, то есть конкурс зародился еще там. Традиция проведения профессионального состязания учителей появилась именно еще в Советском Союзе. И с тех пор этот конкурс уверенно шагает по Российской Федерации. В Крае мы в этом году проводим 32-й раз краевой этап конкурса, а в Российской Федерации будет 34-й. Это 34-й раз. Два года в Крае конкурс не проводился по определенным причинам. За время существования конкурса наши учителя, которые принимали участие в заключительном этапе конкурса, зарекомендовали себя с положительной стороны, показали свои высокие профессиональные качества. И результат два призера и пять лауреатов за время существования конкурса в Российской Федерации, конечно же, как раз является этому подтверждением. Я напомню, что призеры – это учителя, которые попали в пятерку лучших учителей в стране, а лауреаты – это учителя, которые попали в 15 лучших учителей в стране. И вот эти 15 учителей и эта пятерка – все они, как мера поощрения, встречались с президентом Российской Федерации. Это большая гордость для всего нашего края. Вот за эти 32 года, вот именно говоря о нашем регионе, претерпел ли конкурс какие-то изменения или, в принципе, вот он традиционным остается? Ну, традиционно, естественно, остаются определенные традиционные вещи. Ну, во-первых, это этапы проведения конкурса – это школьный, муниципальный, краевой и уже заключительный, который проводится на уровне Российской Федерации. И, конечно же, формы проведения, они меняются, какие-то формы появляются, какие-то, наоборот, уходят. Остается, конечно же, традиционная форма, в том числе урок, как основное средство обучения и воспитания школьников. Но в целом конкурс имеет уже определенные, наработанные годами традиции, которые выдерживаются на протяжении всего существования конкурса. Можем ли мы пару слов буквально раскрыть содержание школьного этапа и муниципального? Для начала школьный этап. Что он себе представляет? Школьный этап – это как раз этап, когда обычные школьные учителя участвуют на уровне своей образовательной организации, на уровне школы, либо это просто может быть выдвижение от школы на муниципальный этап. На уровне муниципалитета проводится муниципальный этап, где свое профессиональное мастерство показывают учителя как раз школ, которые были выдвинуты или стали победителями своего школьного этапа конкурса. Ну и затем победитель муниципального этапа выходит на краевой этап. В этом году когда же проходил муниципальный этап? Муниципальные этапы прошли в декабре прошлого года, в январе текущего года, и февраль – это как раз месяц проведения краевого этапа нашего конкурса. И сколько же было отобрано учителей к краевому этапу? В муниципальных этапах приняло участие порядка 500 учителей, но это довольно серьезная цифра, и на краевой этап вышло порядка 100 человек, ну и точнее 94 человека. Если мы возьмем по номинациям, а их 4 в нашем текущем конкурсе, в номинации «Лучший учитель» у нас принимает участие 34 учителя, в педагогическом дебюте – 32 учителя, в «Лучшем учителе родного языка и родной литературы» принимает участие 19 учителей, и «Шаг в профессии» – 9 будущих учителей, то есть это студенты последних курсов педагогических специальностей наших вузов и колледжей. Ну вот помимо последней номинации, все остальные имеют все-таки большую конкуренцию, более 30 человек, участников, есть за что побороться, есть. А когда же стартовал краевой этап? Краевой этап стартовал 12 февраля. 12 февраля в школе номер один с углубленным изучением английского языка города Ставрополя как раз и был дан старт нашему текущему краевому этапу конкурса. Как я уже сказал, 4 номинации. Особенности номинаций заключаются в категории участников. А именно, ну, как я уже сказал, «Шаг в профессию» – это у нас студенты, то есть это наше будущее поколение учителей. 9 человек – это действительно много, хотя цифра 9 может показаться, наверное, не очень большой. Но здесь надо учитывать, что все-таки вузов у нас в крае не так уж и много, которые готовят по педагогическим специальностям, но, тем не менее, Ставропольский государственный пединститут – это наш основной вуз. Там несколько представителей, поскольку у них есть филиалы, которые могут выдвигать своих участников. Северо-Кавказский федеральный университет, Пятигорский государственный университет, Невиномысский государственный гуманитарно-технический институт и, конечно же, Светлоградский педагогический колледж. Все они выставили своих представителей, у которых тоже довольно серьезная конкуренция, с учетом того, что им придется показать себя как учителей уже практически. Сразу точнее, это выпускники уже соревнуются или нет такого ограничения? Это последние курсы, то есть у них еще дипломов нет, соответственно, они еще продолжают обучение, но уже показывают свою готовность, свою компетентность работать в школе. Скажем так, средняя номинация – это педагогический дебют, это учителя, которые только пришли работать со стажем до трех лет. Это отдельная категория учителей, они уже не студенты, они уже учителя, но учителя, которые имеют небольшой опыт работы, скажем так. Ну и тоже конкуренция – 32 человека, на мой взгляд, она даст возможность повысить свое профессиональное мастерство, в том числе присутствие на занятиях своих коллег, это тоже не возбраняется. Самая большая номинация, ну и самое главное, наверное, это лучший учитель, здесь уже учителя с опытом от пяти лет и более. Там уже, конечно, конкуренция не то, что серьезная, там она очень серьезная, поскольку здесь и соревнования, и таланта, и опыта, и желания, и воли к победе. И с прошлого года, здесь же, вот в череде учителя года России, 2023-2024 года, у нас появилась новая номинация. В рамках года педагога и наставника, который у нас был объявлен в прошлом году президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы учили новую номинацию – учитель родного языка и родной литературы. Здесь свой опыт демонстрируют учителя, которые преподают русский язык как родной язык, и русскую литературу как родную литературу. А в данной номинации учитывается стаж? От двух лет, да. Ну, скажем так, демократичная номинация. Естественно, несмотря на столь высокую конкуренцию, я думаю, что каждый учитель, который выходит на такое серьезное соревнование, он выходит, ну, вот скажу такую избитую фразу, из зоны комфорта, конечно. Он попадает вот в такую серьезную стрессовую ситуацию, которая позволяет ему раскрыться, раскрыть свои таланты. У каждого учителя есть определенные наработки, которые он обязан продемонстрировать, он должен продемонстрировать. Ну, и, конечно же, в эти дни происходит такой мощный обмен опытом у всех педагогов. Наши учителя – это одна команда, одна семья, одна семья в системе образования. Наверное, уникальность этого конкурса, вот, он считается профессиональным, конечно же, но все-таки говорят, что учителя – это не профессия, а призвание. Поэтому тут, наверное, не только свои какие-то профессиональные наработки, да, но именно личное отношение к профессии, какое-то свое видение показать, да, отношение к детям, личный индивидуальный подход, точнее, наверное, это очень уникальный опыт все-таки. Абсолютно точно вы сказали. Вот все, что вы сейчас сказали, наши учителя как раз и демонстрируют. А на сколько же этапов делится конкурс? Ну, краевой этап именно. Краевой этап, ну, номинации 4, мы уже с вами сказали. Самая, скажем так, простая номинация, поскольку это студенты все-таки, и опыта у них еще пока нет, в конце февраля у них состоятся два этапа. Первый этап у них будет состоять, конечно же, урок, это традиционная форма работы учителя, и разговор со школьниками, где они продемонстрируют свое умение общения с подрастающим поколением, скажем так. Если мы возьмем лучший учитель, возьмем эту номинацию, здесь, конечно же, все сложнее. Здесь три этапа. Вот завтра завершится первый очный этап. Вот в данном этапе, помимо, ну, уже традиционной формы урока, разговора со школьниками, у нас введена форма педагогический диктант. Довольно интересная форма. В этом году состоялся диктант по трудам, по педагогическим трудам Константина Дмитриевича Ушинского, во двухсотлетие, которого мы в прошлом году отмечали. Текст был по вопросам воспитания на принципах народности, и здесь учителя продемонстрировали как раз вот у нас текущий год, год семьи, который тоже объявлен нашим президентом. Как раз они продемонстрировали свои компетенции, свое умение связать свой опыт, которым они сейчас обладают, с тем опытом, который берет свое начало именно в трудах, в том числе Константина Дмитриевича Ушинского. Второй очный тур, в который из 34 человек уже выйдет 15, то есть первый тур завершится отбором 15 учителей, они выходят и далее демонстрируют мастер-класс и участвуют в конкурсе «Вопрос учителю года». И уже по завершению второго тура, это уже будет 20 февраля, состоится третий очный тур, в который выйдут 5 человек, по итогам которого уже, наверное, мы где-то поймем, кто у нас в этом году будет призером и победителем. В третьем туре довольно интересный конкурс «Слово учителю», где учителю нужно будет представить свой опыт, выступить по какой-либо теме в течение определенного времени. Педагогический дебют, там, где у нас молодые педагоги, там тоже три очных тура, но они несколько попроще. Там будет и учебное занятие, ну, то есть урок, и публичное выступление, и презентация опыта работы, и завершится это все решением педагогических ситуаций. Лучший учитель родного языка, родной литературы будет состоять из методической мастерской, классного часа и мастер-класса. Ну, вот такие испытания в этом году придумали учредители конкурса для наших учителей. Очень интересная система, что не по общей сумме баллов выявляется победитель, а по каждому туру, по каждому конкретному испытанию. Вот эти испытания, они из года в год меняются или так же они сохраняют? Конечно, конечно, они меняются, и довольно значительно мы ориентируемся на те испытания, которые проходят на уровне Российской Федерации на заключительном этапе. И берем оттуда, конечно, самое лучшее, и применяем на практике уже у нас в крае. Но проведение урока, это, наверное, все-таки неизменная часть конкурса. А это абсолютно, она должна быть, она была, есть и всегда будет, потому что это основная форма работы учителя с детьми. Вот мы с вами уже начали говорить о конкурсе, и забыли сказать об открытии. Как же прошло открытие конкурса, поделитесь. Открытие конкурса у нас проходит всегда очень торжественно. В этом году, помимо участников, мы пригласили абсолютно всех членов жюри, и председателей жюри, и экспертов, которые оценивали первые очные туры, которые производили предварительный отбор наших учителей. Присутствовал министр образования Ставропольского края Мэрия Викторна Смагина, представитель профсоюзной организации. То есть, вот, и Институт развития и образования Ставропольского края. Вот вы уже сказали о членах жюри. Вот расскажите подробнее, кто же включен в этот состав. Члены жюри у нас тоже каждый год, естественно, меняются. Ну, во-первых, у нас в этом году члены экспертных групп, которые состояли из ученых, из педагогов, из обычных учителей, из председателей профсоюзных организаций в муниципалитетах, то есть из членов педагогической общественности края. Сюда же привлекаются в том числе и детское жюри. У нас в составе большого жюри присутствует ученик, председатель детского общественного совета Ставропольского края. Поэтому привлекаются ученые из всех педагогических вузов нашего края. Поэтому состав жюри очень компетентный, очень широкий и представлен абсолютно разными людьми и даже разных профессий. Да. Можем ли мы подробнее сказать? Вот вы уже затронули эту тему, что действительно год семьи играет роль в данном конкурсе. Но какие же именно проявления можно встретить в испытаниях? Потому что, например, так же, как отмечал президент, что именно крепкая семья – это злок стабильности и предстание общества. А вот какие-то постулаты заложены. Вот как все-таки проявляется это? Ну вот, например, та форма новая, которая в этом году была использована, педагогический диктант труды Константина Дмитриевича Ушинского. Вот я даже вам процитирую название его труда «Воспитание и характер. Какую роль играет народность в воспитании?» Народность – это, конечно же, большая семья. Это как раз в тематику сегодняшнего года. Кроме того, разговоры со школьниками, они все абсолютно, в том числе, я уверен, идут как раз с использованием этой тематики. Года семьи. Конкурс «Лучший учитель родного языка», «Родной литературы» уже говорит сам за себя. «Родной язык», «Родная литература», «Родина», «Народ», «Семья». Ну, естественно, тут практически весь конкурс пронизан именно вот этим направлением. Да, все-таки, да, это такая основа, от которой никуда не уйти. Генн Торич, а на базе чего же проходит краевой этап? А я уже сказал, это школа номер один города Ставрополь с углубленным изучением английского языка. А весь этап там проходит? Весь этап там проходит. Конечно же, на образовательную организацию определенная нагрузка легла на руководство, на педагогический состав, которые, ну, скажем так, достойно справляются с оказанным им доверием. Я думаю, школа была выбрана не просто так. Какие вы требования к площадке проведения? Ну, во-первых, эта школа, она прошла капитальный ремонт в рамках национального проекта образования. Школа технически хорошо оснащена. Вот в школе имеется достаточный состав школьников, достаточно компетентный, подготовленный. Я думаю, даже к таким серьезным испытаниям, потому что для детей это тоже стресс, как и для педагогов, поскольку им приходится приходить на уроки незнакомых им людей, на классные часы, на разговоры. Естественно, для них это тоже стресс. Вот мы посчитали, что дети в этой школе тоже подготовлены морально к участию в данном конкурсе. То есть, по сути дела, дети и учитель, они тоже члены одной семьи, они тоже там срабатываются, сращиваются. Ну и самое главное, конечно, это техническая составляющая. Данная школа обладает всей необходимой технической составляющей для проведения занятий. Вот много об учителях вопрос. Не отвлекает ли это сильно от учебного процесса? Или вот как совмещать работу с конкурсом? Ну, во время конкурса учитель работу с конкурсом никак не совмещает, поскольку все отрываются от своих обычных учительских дел, приезжают в город Ставрополь, и в течение конкурса, вот сколько он идет, они все находятся здесь в течение этого времени. А там на месте администрациями школы организуется замещение занятий, естественно. Ну и конкурс – это же всегда, ну скажем так, выход за пределы своей образовательной организации. Конечно, для учителя это имеет огромное значение, поскольку у него есть возможность увидеть что-то новое. увидеть что-то новое в той образовательной организации, к которой они приходят, увидеть новых детей. На мой взгляд, то, что учитель на какое-то время отвлекается от рутинных занятий, конечно же, важных, на мой взгляд, это перевешивает те моменты, те неудобства, может быть, которые испытывает администрация школ, когда организуют замещение этих учителей. – Может сказать, появляется возможность вернуться обратно на занятия со свежим взглядом, с новым дыханием? – Абсолютно. Ведь их же даже по-особому встречает после этого, особенно если они себя там каким-то образом проявили. Я знаю, что и встреча перед школой, и встреча в школе, и это особые встречи с детьми, с родителями, которые потом происходят. Ну, это как раз вот те моменты, скажем так, морального удовлетворения, которые получает учитель уже по завершению конкурса. – Да. Виня Анатольевич, а кто же курирует проведение и организацию конкурса в нашем крае? Кто, в принципе, задействован его организацией? – Ну, как я уже сказал, у нас три организации, которые являются учредителями конкурса. Это Министерство образования Ставропольского края, это Краевая профсоюзная организация работников народного образования науки Российской Федерации, и это Институт развития образования Ставропольского края. – А из какого же бюджета выделяются средства на проведение конкурса? – Абсолютно все средства предусмотрены в бюджете Ставропольского края. – Это серьезные средства, ну, вот, порядка двух с половиной миллионов – это именно средства призового фонда. А плюс еще предусмотрены средства на само проведение конкурса. А еще мы должны не забывать, что победитель регионального этапа, он будет участвовать в заключительном этапе конкурса, то есть ему нужно будет выехать в другой регион Российской Федерации. – И предусмотрены средства на перелет, на проживание, вот, ну, и на все другие сопутствующие расходы. – И в заключение, вот, скажите, ради чего же стоит участвовать в конкурсе? Вот какое преимущество получает педагог? – Ну, в конкурсе стоит участвовать только лишь потому, что это получается какой-то новый опыт в жизни учителя. – Может быть, он покажется, особенно если человек не станет победителем, может, он покажется где-то, ну, не очень положительным на первый взгляд. Но на самом деле это большое движение вперед. Это победа над собой, потому что публичность, которую нужно проявить, вот эти все моменты неожиданности, когда нужно реагировать на те или иные моменты, происходящие на конкурсе. Это нужно делать быстро. Не всегда члены команды рядом, которые помогают там где-то подготовить какие-то мероприятия. Вот, это все как раз способствует повышению персональных компетенций учителя. То, что должно быть, ну, обязательно, то, что должно быть с нами всю жизнь. Потому что, ну, невозможно на одном месте все время топтаться. Движение вперед – это, в принципе, это жизнь. Ну, и, конечно же, немаловажную роль играет мера и материального стимулирования. Я уже сказал, что призовой фонд конкурса порядка 2,5 миллионов рублей. Ну, если мы говорим о первом месте для лучшего учителя, это 500 тысяч рублей. Второе, третье место – это 400-300 тысяч, соответственно. В номинации «Педагогический дебют» – это 200, 150 и 100 тысяч. Шаг в профессию – ну, это, скажем так, студенты. Для них эти суммы тоже будут очень значительные – это 70, 50 и 30 тысяч. И номинация «Лучший учителя родного языка, родной литературы» – это 300, 200 и 100 тысяч. Но и здесь еще важно помнить, что Дума Ставропольского края, она тоже неравнодушна к вопросам образования. У нее тоже есть свой призовой фонд. Я знаю, что в этом году они готовят изменения, и он станет даже выше. И плюс профсоюзная организация края, она тоже вкладывает определенные финансы в поощрение наших педагогов. Да, Евгений Анатольевич, действительно, такие слова сказали и про нематериальный, и материальный. Это очень сильно мотивирует к участию в конкурсе. Я благодарю вас, что вы нашли время прийти к нам сегодня и рассказать, как же проходит краевой этап. Но остается только пожелать удачи, конечно, нашим конкурсантам и выйти на самый высокий уровень. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие зрители, у нас в гостях был Евгений Живолупов, начальник отдела кадрового обеспечения Государственной гражданской службы Министерства образования Ставропольского края. И, как всегда, до встречи в эфире актуального интервью и оставайтесь на своем.